МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ты что это? А вы что это, уезжаете что ли? Уезжаем. Как это так? Мы не нужны здесь уже. Ноживое ранение, несовместимое с жизнью. И что теперь? Труповозку вызывайте. Какую труповозку? Как? Ладно, оставь в покое, люди. Ну, что тут у вас? По предварительным данным, мать обнаружила труп сына с ножевым ранением. В общем, горло разрезано от уха до уха. Да это только предварительная информация. Потовуха. Да нет, не похоже. Слушай, иди по квартирам на обход. Ясно понял. Докладовый. Вчера обнаружен труп кавказца. Тоже подростка. Да я уже в курсе. Эти горячие ребята вон целый пикет у райотдела устроили. Мать убитого видела, как от подъезда отъезжала машина с кавказцами. Ну? Именно эту машину, видимо, наш патруль пытался остановить. Они разоружили патруль и скрылись. Хороший у нас патруль. Да, веселенькая ночь к нам предстоит. План перехват в городе включен, но это все порожняк. Как бы волнений не было. Национальная почва только этого нам не доставала. Оба убийства, как под копирку, одним почерком. Я думаю, это работал один и тот же человек. Я думаю, я думаю. Слушай, вот объясни мне, скажи на милость, кто из нас начальник уголовного розыска? Ты или я? Ну я, я. Тогда иди и разбирайся. Ну ты что? Да ладно тебе, погоди ты. Это же предварительная информация. Пошли. Ну что? Пошли, ты труповозку вызвал. Вызвал? Да нет. Вызвал. Еще обойдется вилами и все по воде написано. Ты же сам знаешь, как у нас это все было. Опять отдохнуть не дали. Да. Что поделать, усиление есть усиление. Толку от этого усиления? В смысле? В прямом. Ты ориентировку слышал? Угу. Ну вот. Ты как маленький, честное слово, ночь на дворе, а по нашему городу, а точнее по нашему району совается два вооруженных кавказца. Ну, если они умные, наверняка уже из города свалили, свалили, не свалили, не свалили, я не знаю. Тут прямой шанс есть пулю в лоб получить. Это да. Кстати, слушай, ты тут двоих наших шуганул? Ну, на площади. У кинотеатра? Так они же с другого района. Ну, с другого, не с другого. В общем, обиделись парни на тебя. Да? Угу. Ой, ну передай им, что я так больше не буду. Смотри, я тебя предупредил. Внимание всем постам! Около рынка двое неизвестных. Возможно, наши подозреваемые. Я двенадцать тридцать три, двенадцать тридцать три принял. Мы рядом. Проверим. Здорово, мужики. Это я звонил. Чего у тебя? Смотрю. Два мужика проникли. Ну, я особо не вглядывался, но подозрительные какие-то. Чем подозрительные? Кавказцы всегда подозрительные. Вооружённые? Я не заметил. Ладно, пойдём посмотрим. Подожди. На всякий случай. А я здесь по-то... Машину, стереги. Машину, стереги. Субтитры сделал DimaTorzok Там два мента. Чё делать будем? Ну, чё там? Да ничего. Автомат сбрасывал. Стоять! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фух, второй ушёл. А зато автоматик нашёлся. А ну, пойдём. О! Ну что, поймали парня? Молодцы! Вот одного взяли, второй убежал. Здорово. Всё, здорово. Давай. Ну-ка, обыщи его. А ну, иди сюда. Моги! Держи. У тебя бутылка. Чистый. Ну что, набегался, хлопчик? Вольно? Э, врачи! Чё молчишь? А ну, добавь! Объём! Тихо, 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 всё. Ладно тебе, Игорёк. Мы его сами в отделение достали. Давай, вставай, Орёк. Ты в отделение, Игорёк, так я с тобой его. Мне к дежурному надо. Игорёк, подожди, дай-ка мне его на минутку. А то я в кабинете не удержусь. Поговорить надо. Дело ясное, что дело тёмное. Ну что, короче, на руках у нас уже целых два трупа. А схема такая. Один русский парень перерезал другому нерусскому горло. А родственники погибшего решили отомстить по такой же схеме. Так? Что, дорогой, что, родной, а кто? Я? Мы хотели, да, его наказать. Но пришли, он мёртвый был совсем. Совсем мёртвый? Совсем мёртвый. А если я пальчики найду? Не найдёшь. А вдруг найду? Тогда как ты со мной потом петь будешь? А? Мы это и всё. А кто? Ладно, ладно, всё. В отделении разберёмся. Поехали. Игорёк, ты чё творишь-то? Дай поработать, ё-моё! Давай залазь. Давай садись. Ну ничего, я в отделе ещё разберусь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, давай. Рассказывай. Молчать пришёл? Всё, по порядку. Ну, мы ж хотели наказать этого шакала, который нашего брата убил. Так. Мы вышли из квартиры, сели в машину. А нас менты и остановили. Так. А у меня был пистолет. Начали обыскивать. В общем, вышло так, что мы автомат ментовской прихватили. Игорёк. Игорёк. Ясно. Всё? Нет. Говори. Потом мы с братом на рынке прятались. Ну, в общем, поймали его, а я устал убежать. Да. Натворили вы дел. Серьёзная статья. Завладение оружием, нападение на должностное лицо. Что же это у нас получается? Брата бросил. А по-другому и не получалось. Хочешь, объясню. Но сейчас не время. Его в отделение уже везут. Ладно. Спокойно. Решим. Алло. Здравствуй, дорогой. Да, это Зураб. Слушай, дорогой, у нас тут неприятности такие. Маленькие. Так. Началось. Пошли. Выходим. Стоять. Твои? Кто это? Это брат, дядя и двоюродный дядя. А тёти-то нет троюродной. Мы пройдём? Поговорить надо. О чём? Отпусти племянника. Он ни в чём не виноват. Разберёмся. Знаю, как вы разберётесь. Посадите пацана и будете выбивать из него показания, о преступлении которого он не совершал. Послушайте. Твои парни устроили на рынке такой беспредел. Одного мы поймали. Второй убежал. Ты отдай нам его. Вам нужен второй? Да. Хорошо, я его приведу. Только не сюда. А к тебе домой. Договорились. Ты чё, Игорёк? Двигаемся. Принимай товар. А, привет. Здорово. А это ещё кто? Задержанный. Задержанный? Угу. А мне их уже сажать некуда. Да ладно, найдёшь куда. Найдёшь куда. Ты это, наручники с него до утра не снимай. А то сильно бойкие. Садимся. Ну всё. И задержание на нас оформим. Понял? Да понял, понял. Угу. Курортики. Ой. Да. Дровинная ночка получилась. Ну, что скажешь? Два убийства. Община волнуется. Я думаю, тут какая-то игра. Вот какая, пока не понятно. Почему так думаешь? Ну, смотрите, всё началось с драки на стадионе. Потом первое убийство, за ним второе. Способ убийства одинаковый. Ножом по горлу. Кто-то очень сильно хочет поссорить славян с кавказцами. Кстати, Дёмин тоже так считает. Ну, а что дальше будет, как думаешь? Ну, если в ближайшее время не найдём убийцу, думаю, на улице станет совсем жарко. Ты сплюнь ты. Товарищ полковник, извините, что нарушаю ваш тет-а-тет, только что сообщили в третьем районе, группа парней напали на кавказца. Кто? Хорошо патрули наши проезжали, отбили. Началось. Да тут вот ещё чего. Я бы у Игорька возле дома наблюдение оставил. Наблюдение? Это ещё зачем? Да у него договор с нашими кавказскими друзьями. Они пообещали, что тот парень, который патрульному автоматом лицо причесал, должен прийти к нему на разговор. Это правда, Игорь? Я пообещал, что парня никто не тронет, пока я с ним не поговорю. А если мы его не задержим, тогда где его потом и вообще искать? Что ты скажешь? Товарищ полковник, я в это дело ввязался. Позвольте довести всё до конца. Вот чего ты лезешь всё время не в своё дело? Ну ладно, всё, хватит. Давайте каждый будет заниматься своим делом. Хватит, я сказал. Значит так, Игорь, я тебе, конечно, мешать не буду, но впредь все наши совместные действия будем согласовывать со мной. Договорились? Хорошо. Товарищ полковник… Хватит, я сказал. Товарищ полковник, из главного управления дежурный звонил. Да. У нас ещё два случая столкновений с кавказцами. И ещё на центральной площади армяне какого-то русского малость порезали. Какого-то русского? Я армяне. Кто сейчас будет разбираться? Армяне там или грузины. Ладно, я поехал, я на связи. Телефоны знаете. Товарищ полковник. Да ладно ты, товарищ полковник. Подъём. Поехали. Что такое, что случилось? Какие-то подростки кинули камен и убежали. Куда? Туда в ту сторону. А давно это было? Минут 15 назад. Ну, я бы на вашем месте магазин пока закрыл. Я так думаю, придётся. Лена, когда уже это усиление снимут? Как тихо на районе станет, так и снимут. Станет ли? Да всё когда-нибудь заканчивается. Угу. Когда-то ты здесь поспокойнее была. Это да. Слушай, в общем, наши к тебе сложно относятся. Это я знаю. Не дадут они тебе работать нормально. Ничего, переживу. Хочешь убийцу брата найти? Хочу. Ну, я просто с ним мало пересекался. Ну, вообще ребята говорят, парень нормальный был. Слушай, если я что-нибудь так сказал, прости. Ладно, поехали. Тоня, забери это. Тоня, забери это. Тоня. Привет. Привет. Пожрать есть что? Ага. Кухня не работает. У меня вечером банкет отменился. Весь вечер район гудел. Русские гоняют кавказцев. Кавказские гоняют русских. Люди дома сидят, носа на улицу не показывают. Ну, сок нальешь? Ну, сок налью. У меня повар Ашот, нормальный мужик. С утра позвонил, говорит, все, я на работу не выхожу. И что я на столы поставлю? Сок, что ли? Спасибо. Долго это продлиться, не знаешь? Не знаю. Пойду колесо поменяю. Понимаешь, просто такая информация прошла. Наш район, в принципе, поделен. Ну, русские кавказцы. Брюсовские ребята под всю эту историю кусок пирога себе оттяпать. Ну, то есть, бизнес кавказцев под себя подметь. А если брюсовцы начнут, то тут без крови не обойдется. Поехали. Что там? Ну, догадайся, с двух раз. Драка? Спасибо. Спасибо. На здоровье. И тебе спасибо. Разрешите, рожполковник? Нравия желаю. Ехал мимо. Да, я думаю, заглянул. Нечаянная радость. Да. Ну, и как ты все это объяснишь? Твои райончики так криминогенные, официально говоря. А сейчас такое ощущение, что люди вообще с катушек съехали. А что тут объяснять? Тебе самому хорошо известно, что район довольно специфический. У нас, вон, довольно спичку поднести и тут же полыхнет. Еще вот теперь эти межнациональные конфликты. Ну, а вот это вот. Вот это вот. Магазин сожгли. Двадцать пять квадратных метров. Бутылки с бензином кинули. Или чем еще? Ну да, да, сожгли. Сожгли. Что я могу сделать? Уилечили количество вон патрулей. Ребята, заскники работают по поимке убийц этого самого парнишки. Как его там, Воробьева. Ну что, ну, ну, делаем, что можем. Работаем. Очень удобный ответ. Да, очень удобный. Тем более, что это правда. Может, тебе помощь нужна? Я могу договориться. Тебе подбросить людей из других районов. Как говорит, смысли интересные, но спасибо. Обойдемся своими силами. Ну, что ты смотришь? Ну, тебе известно, район действительно специфический. Тут с кондачка ничего не решишь. Главное, дров не ломать. Не наломать. Ну, ладно, хорошо. Тебе виднее. Ну, если что, сразу звони. Сразу. Сразу. Вот так. Как только, так сразу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, что тут у вас? Побои у нас. Вела урок, смотрю в окно. Четверо одного упасет жестко. Опознать их сможешь? Я сам потом с ними и разберусь. А силенок хватит? Хватит. Ну-ну. Я вообще ничего не понимаю. Сколько лет работаю, такое вижу. Первый раз. Учились дети, учились в одном классе. Вдруг на тебе межроссовые конфликты. Да, кто-то очень старается поссорить славян с кавказцами. Директор собирается прекратить занятие, пока все не выяснится. Я его понимаю. Игорь, ты же милиция. Придумайте что-нибудь. Надо с этим что-то делать. Мы придумаем. Ладно, счастливо. Ну, ты знаешь, куда мы приехали? Знаю. Это территория Брюсова. И что? Нет, я туда не пойду. Ладно, я сам. Брюсов здесь? Ну, аппарат его стоит. Здесь. Я войду? Ну, войди. Брюсов. Брюсов где? Что? Брюсов где? Не слышал. А так, слышишь? Ну, и зачем? Ну, ты мент. На! О! 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 Брюсов где? Вон. Привет. Я к тебе. Я уже понял. Есть разговор. Давай. Желательно, а без посторонних. Оставь нас. Ты уже, наверное, слышал, в городе неспокойно? Да, я слышал. Что думаешь по этому поводу? Ну, что вы меня думаете? Меня это не касается. Я себе говорил, что у меня другие интересы. Да нет, тебя это тоже касается. Если ситуация выйдет из-под контроля, это коснется всех, в том числе и тебя, и твой бизнес. Кто-то хочет столкнуть русских и кавказцев. Зачем? Я пока не знаю. Я здесь ни при чем. Вот. Я как раз и хочу, чтобы ни ты, ни твои люди в этой ситуации были ни при чем. Лады? Ну, что там? Нормально. Да, слушаю. Ну, понял. Сейчас буду. Поехали. Буду. Прямо. Да. Можно? Да. Прошу вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Это наша участковая Леночка. Понятно. Максим Николаевич. Очень приятно. Стнакомьтесь, а это наша молодая учительница начальных классов. Леночка. О, Елена Юрьевна. 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 Да, да, Юрьевна. Позволите? Да, пожалуйста, пожалуйста. Леночка, школа у нас показательная. В району мы на очень хорошем счету. Понимаешь меня? Угу. Давай не будем портить впечатление о нашей школе. Анна Васильевна, я расскажу им все, что знаю, ни больше, ни меньше. И все-таки я на тебя надеюсь. Ну, что ж, я оставляю вас. Буду у себя в кабинете. Понятно. Спасибо, Анна Васильевна, спасибо. Да не за что. Вы позволите? Да, конечно, присаживайтесь. Елена Юрьевна, я, собственно говоря, по поводу недавнего инцидента. Я поняла, да. Буквально несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, собственно, как все было? Где вы находились? Что видели? Ну, все достаточно просто и банально. Я была здесь, в этом классе. Вела урок, стояла у доски, что-то объясняла, посмотрела в окно, услышала крики. Ну так, и что там? Там уже драка в полном разгаре. Тормозни-ка. Хочем тебе в машине подождать? Ага. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да, мы тоже здесь когда-то в футбол играли. Давно это было. Ты местный? Местный. Я смотрю, лицо знакомое. Мы не пересекались? А я вот на этих воротах чаще всего и стоял. Я с твоим младшим братом в одном классе учился. Галибин. Женька. На. Да. Ладно, увидимся. Это подрались ученики вашей школы, так? Да, но нет, не все. Только один парень, как раз тот, которого побили, он из нашей школы, Саша Солдаткин. Александр. Да, остальных троих я не знаю. И никогда, прежде здесь поблизости, не видели? Нет. Мне кажется, нет. А описать их сможете? Описать? Ну, как были одеты? Может быть, какие-то имена называли? Я не знаю, может и называли, но они кричали. Что конкретно, я не разобрала. Единственное, что могу сказать, то, что эти трое были, ну, не совсем славянской наружности. То есть, я так понимаю, кавказцы? Да. В общем, да. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Привет. Пойдем. Он ждет тебя наверху. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Значит, это ты по рынку беру. Пойдем. Стой. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Рассказывай. Мы не убивали его. Мы хотели его наказать. Но не успели. Когда пришли туда, он уже был мертвый. А за что наказать? И с братом еще на футболе подрались. Он обещал, что будут еще драться. А потом брата нашли в кустах. Его как барана зарезали. Ты это понимаешь? А чего вы взяли, что Алексей убил твоего брата? Он обещал это сделать. Зарезать? Нет. Обещал, что еще будут драться. И вы решили? Да ничего не решили. Мы точно знаем, что это он. Откуда? Есть человек, который видел, как убивали моего брата. Ему дядя верит. Ему отец верит. Ему дед верит. А что за человек? Ты его знаешь? Да. И кто это? Я не могу тебе этого сказать. Поехали. Ну что, спасибо. Не за что. Для первого раза хватит. Я думаю, мы с вами встретимся еще. Ну и, как говорится, на прощанье, если вдруг вспомните что-нибудь, звоните. В любое время. Понятно, Максим Николаевич. Вы знаете, для нашей школы это, правда, нонсенс. И, может быть, вы отнесетесь к этому делу повнимательнее, что ли? Ну, конечно, Елена Юрьевна. В нашей стране межнационального конфликта мы никогда не допустим. Всего доброго. До свидания. Хотелось бы верить. Я тут подожду. Ятince. Я тут боюсь. Я прилетал ее. Я тут подожду его. Поехали. А vos zomb Maz Jeff Springes,ay league. Здравствуйте. Можно войти? Проходите, пожалуйста. У Лёшки любимая игрушка была. Смешно, правда. Детки Саньки тоже смеялись. Он все говорил, что вот мамочка вырасту большим. Деньги заработаю, куплю сестричку. Помогаясь Зине, пойду, куплю сестричку. Я-то Лёшку когда родила? Я же больше не могла больше рожать. Мне не могло детей больше быть. Мы даже думали из детдом, из садика. И подрался. Первый раз-то, когда вот эту куклу кто-то там обидел, что-то плохое сказал про неё, он подрался. А потом я-то прихожу в садик. Вечером его забирать. Ах! Ну, смотри, кто прячется. Прячет за байцами. И он... И он... Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Алло. Алло, это Светлов. Скажи о заключении экспертов по поводу последних двух убийств. Готово? Я не могу так сразу сказать. Можешь подождать? Я жду. Субтитры сделал DimaTorzok Сделали, но предварительно, сам понимаешь. Как я и предполагал, в обоих случаях характер убийства идентичный. Работал профессионал. Всё одним ударом. Я скажу тебе, кто это был. Я скажу тебе, кто это был. Леночка. Ой, мама. Леночка, я на секунду, солнце. Всё, такси ждёт. Я уже на регистрацию опаздываю. Ты же уезжаешь сегодня. Я совсем забыла. Мам, прости, у меня вылетело из головы совершенно. Ладно, обещают снять мне квартиру. Почти в центре города. Да ты что. Все условия для работы. А главное, Лен, ты ж понимаешь, денежка хорошая. Так что месяца три-четыре придется тебе побыть одной. Держи ключи. Деньги у нас где? В шкафу. На. В полке. Второй. Второй. Всё умная, взрослая дочь. Справишься. А я побежала, побежала. Я надеюсь, что Москва с уважением примет светлые умы нашей медицины. Я тоже на это очень надеюсь. Так. Если вдруг что, ты мне звонишь для тебя в любое время суток на телефоне. Поняла? И ты мне тоже звони. Поняла. Пойдём, я тебя хотя бы в такси посажу. Ну, пойдём, пойдём. Пойдём. Чё, может подмогу выйдет? Да пока не надо. Ладно. Ага. Проходи. Выпьешь? Нет, спасибо. А я выпью. Нож где? Выкинул. Куда? Да, парень, натворил ты делов. Ничего сказать не хочешь? Что сказать? Вертушки не успели. Из всей команды остался только я и прапорщик Смирнов. Потом, когда прилетели, через два года, остался я один. Это нормально, понятно. В яме мы сидели. Прапор бежать пытался. Собакам скормили. Мама всё. К начальству бегала. Плакала. Просила, чтобы не бросали, чтобы искали. Министру даже писала. Не дождалась. А выбрался как? А как это обычно и бывает? Случайно. Делали зачистку, пацаны до ветру отошли. Так и нашли. Понятно. Значит, ты всё ещё воюешь. А пацаны тут при чём? А там пацанов не было. Там были все взрослые. А ты мне скажи, кому и зачем это нужно было? Чтобы эти пацаны сейчас по нашим улицам, как у себя дома. Ладно. Пойдём. Ладно. Пойдём. Ладно. Подожди. Мы пройдём? Ты проходи один. Вот этого оставь. Не могу. Мне его надо в отделение отвезти. У меня к нему накопилось очень много вопросов. Мне хочется их задать ему. Мне жаль, если ты пострадаешь. Мы его всё равно заберём. Мне тоже очень жаль. Но он поедет со мной. Если он виноват, мы его всё равно будем судить сами. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, привет. А я мимо еду. Смотрю, у вас сейчас разговор дружеский. Думаю, может, помощь нужна. Хотя это ты говорил, чтобы я никуда не влазил, да? Да. Ситуация патовая. Ненавижу. Стоять! Скорую. Труповозку. Поехали. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Собаке собачья смерть. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА